Рынки позиций Итак, команду технического анализа представляет Станислав Вернер, независимый управляющий активами, команду фундаментального анализа Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «Амаркетс». Добрый день, господа. Благодарю, что вы заступили на вахту. Но для начала мы, конечно, разбираем рекомендации давно ушедшего 22 февраля и, конечно же, рекомендовала нам техническая команда покупка какао. Но здесь небольшая была доходность в районе 0,2%. Рекомендация сработала, в то время как наша фундаментальная команда рекомендовала короткую позицию Роснефти. Причем после пяти часов, после того, как конференц-колл Роснефти состоялся, рекомендовано было шорт от уровня 360 рублей. Вот этой котировки, к сожалению, не было в тот день. И, таким образом, вход в эту позицию не был бы совершен. Поэтому техническая команда за среду у нас получает дополнительный балл. И давайте посмотрим на недельную расстановку счета. Итак, общий счет команды у нас получился 2-1 в пользу фундаменталистов, поскольку доходность за неделю была выше у фундаментальной команды. Более 1% она заработала за эту короткую, непродолжительную неделю, в то время как отрицательным был результат у команды технического анализа. Ну а глобально с начала текущего года у нас продолжает существенным отрывом лидировать техническая команда 21-9. Такой уже разрыв образовался с начала текущего года. Возможно, сейчас что-то изменится ввиду того, что новая команда у нас. Для начала давайте, уважаемые гости, обсудим, конечно, самые свежие новости, которые приходят с Сущинского форума. В частности, сегодня очень много говорилось про возможности размещения ОФЗ для населения. Я напомню, что впервые об этой инициативе заговорили в ноябре прошлого года, если мне не изменяет память. Тогда еще Алексей Мисеев говорил о том, что, возможно, выпуск таких бумаг. Вот сейчас Антон Силуанов подтверждает, что да, действительно, в апреле текущего года может быть выпущен такой пробный шар для населения ОФЗ. Итак, приобрести бумаги можно будет в Сбербанке и в ЭТБ-24. Бумаги эти можно будет продать тоже только банку. Это будет альтернатива депозитам, поскольку доходность будет выше, чем по депозитам. 8,5% по трехлетним ОФЗ планируется в контексте доходности, в том числе и полугодовой купон планируется выплачивать. Нужно сказать, что три года обращения, 20 миллиардов рублей будет объем первого выпуска, номинал бумаги 1 тысяча рублей, можно будет от минимальной суммы в 30 тысяч рублей приобретать населению эти бумаги в банках. И, соответственно, максимально это 25 миллионов рублей. Все 100% гарантировано государством, дисконтов не предусматривается. Ну и в целом раз в полгода ОФЗ для населения будут выпускаться. Ну вот я напомню, что также 20-30 миллиардов рублей на такую сумму планируется в текущем году выпустить. Соответственно, если первый выпуск будет на 20 миллиардов, возможно, это как раз будет и единственный выпуск. Но давайте сначала следить за тем, насколько это интересная инициатива. А вообще, насколько, скажем, это будет конкурирующим инструментом по сравнению с депозитом? Это будет конкурирующим инструментом. Если посмотреть на доходности облигаций на такой же аналогичный срок, то они примерно составляют 8%. Мы видим премию за отсутствие ликвидности 50 байсных пунктов, 8,5%. С учетом планов Банка России по стабилизации инфляции на уровне 4%, ставки по депозитам будут в течение года в дальнейшем падать. То есть на этом фоне, на фоне снижения потенциального ставки, будет еще возрастать интерес к ОФЗ для населения? Физлицы могут зафиксировать себе такую высокую доходность на такой продолжительный срок. Поэтому, думаю, что 20 миллиардов рублей эта сумма разойдется как горячие пирожки. В дальнейшем аппетит придет во время еды, потому что у нас государство вынуждено финансировать дефицит бюджета. Только теперь уже для населения, то есть нам население вот это вот перекладывается, чтобы не повышать, вероятно, налоговую составляющую, лучше привлечь? Дело в том, что просто у нас большие планы у Минфина по заимствованию в этом году и боюсь, что... В том числе и Евробонды, сегодня об этом тоже говорилось. Да, и Евробонды, конечно же, и локальный рынок. На локальном рынке собираются привлечь Минфин, если не ошибаюсь, 1 триллион рублей. Слишком большая сумма, с учетом того, что уже иностранцы здесь активно присутствуют, и Банк России будет постепенно ставки сворачивать, соответственно, будет терять привлекательность игрок и ретрейд, то нужно диверсифицировать базу инвесторов, соответственно, физические лица, которые сейчас начинают уже смотреть на фондовый рынок активно, для них это инструмент довольно-таки привлекательный становится. Но все-таки свежо еще в памяти, Артем, то, что случилось в 98-м году, и, соответственно, нет ли здесь рисков повторения ситуации? Ведь тогда тоже были облигации. Безусловно, конечно же, риски есть, но здесь что стоит отметить? ОФЗ для населения – это, в прямом смысле, тема с бородой. Уже давно обсуждали ее. А почему раньше не прибегали к такой мере? Хорошо, что сейчас было очень много подводных камней, которые сначала не виделись, но сейчас проведена колоссальная, на мой взгляд, работа над ошибками. Она заключается в том, что сейчас бумаги, которые хотят приложать, они будут нерыночными, с фиксированным номиналом, с гарантированной доходностью. И хорошо то, что есть серьезная конкуренция с депозитами, потому что тоже правильный комментарий был сделан. Если сейчас следить за показателями дохода банковских вкладов, то, конечно же, они всегда коррелируют и соотносятся с показателями инфляции. То есть коммерческие банки, следя за инфляцией, корректируют и ставки. Ну и с ключевой ставкой тоже коррелирует доходность? Конечно же, ставка рефинансирования и, разумеется, инфляция. Если сейчас говорить то, что тенденция и тренд по рублю сохранятся, конечно же, инфляционные ожидания будут снижаться. И можно уже априори, наперед говорить о том, что банковские доходности, они будут под локальным ударом. То есть они, возможно, уже... А доходности по ОФЗ для населения будут? Я считаю, что... В этом смысле какой инструмент будет интереснее, если инфляция будет сокращаться до тех 4%, которые таргетируются сейчас, и если будет снижаться в том числе и ставка? Безусловно, я считаю то, что ОФЗ здесь первое место, потому что и 8,5% это прекрасный показатель по доходности, и, соответственно, то, что будет нивелировать потенциальные риски снижения инфляции, коррекция ставки по депозитам. То есть они явно выигрывают. Сейчас самое подходящее время, я думаю, что таким предложением стоит воспользоваться. Ну а как будет на самом деле, посмотрим уже по спросу. Но будем надеяться, что не произойдет ничего катастрофичного, поскольку все-таки механизм гарантирования существует. Скажите тогда, Станислав, если рассматривать вот этот механизм гарантирования, то вклады-то у нас тоже, в принципе, находятся под определенной защитой со стороны АСВ. В чем здесь будет кардинальная разница? Здесь важное отличие в том, что по агентству страхования вкладов вы имеете гарантию в размере 1,4 млн рублей, то в данном случае, если вы говорите, что максимальная сумма ограничена будет 30 млн рублей, то максимальная сумма как раз это то, что может получить потенциальные инвестиции, инвестор в качестве гарантии. То есть это потенциально привлекательный инструмент для тех, кто обладает большей суммой, чем та гарантия, которую предлагает агентство страхования вкладов. А если смотреть на банки, то им будет выгоднее все-таки привлекать депозиты или выгоднее будет ОФЗ, например, распространять? Здесь как раз вступает в силу рыночная конкуренция. Деньги вкладчиков могут пойти в облигации. Поэтому банки будут вынуждены так или иначе с оглядкой на Минфин уже действовать в отношении процентных ставок. Но это вряд ли касается. Но условно говоря, банкам не так будет выгодно, если их вкладчики принесут не средства на депозит, а все-таки вложатся в ОФЗ. Не будет ли здесь такого момента, что банки сами будут, скажем, противодействовать вкладам в ОФЗ? Здесь как раз-таки нужно посмотреть, какие были условия, предложенные Минфином, Сбербанку и ВТБ-24. Все-таки банки будут зарабатывать в качестве агентов какие-то непроцентные доходы и средства. Гораздо меньше, наверное, чем они бы заработали на принеси человек в депозит. Можно будет на чашу весов на одну положить свои коммерческие интересы, а с другой стороны интересы государства. Все-таки мы имеем дело с государственными банками. Хорошо. Ну а какие интересы сегодня столкнутся в нашей битве фундаментальных и технических экспертов, мы сейчас узнаем. Две минуты у нашей фундаментальной команды. Артем, пожалуйста, что сегодня рекомендуете? Большое спасибо за предоставленное слово. Сегодня я хочу предложить сделку, которая предполагает продажу нефти. И продажу прямо с текущих значений, потому что нефть сегодня с азиатской сессии уже неплохо себя чувствует. Почему? Для тех, кто постоянно следит за этим активом, нет уже никакого, скажем, какого-то инсайда. Все прекрасно понимают, что сейчас рынок нефти – это борьба оптимистов по пессимистам. Оптимисты – это те, кто делает ставку на то, что соглашение ОПЕК будет крайне эффективным, оно будет работать, позволит решить проблему с перенасыщением и поспособствует восстановлению баланса на рынке черного золота. Что касается пессимистов, да, они не умиляют значение, собственно, вот этого энергетического факта, но есть еще и статистика, с которой приходится регулярно работать. Эта статистика показывает на то, что есть игроки, которые не обременены условиями никакого соглашения. То есть они, напротив, получили очень хорошую возможность выйти на рынок с дополнительными поставками, с дополнительным предложением, поднять планки по производству и выиграть от этого. Как говорится, свято место пусто не бывает. Здесь в качестве регионов Ливия, Нигерия и отдельно я хочу рассказать про Соединенные Штаты Америки. Тем более, что сейчас сделка по продаже нефти актуальна. Почему? Потому что у нас есть возможность работать со статистикой, которая была опубликована в пятницу. Это отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов и платформ, которые занимаются сланцем в разведывании. Их число выросло на 5 штук до 600 звука. Это максимальный, по-моему, показатель с 2015 года. И, разумеется, как только растет количество терминалов, мы можем делать ставку на то, что будет увеличиваться и объем добычи нефти. Здесь тоже есть свежая статистика. Она указывает на то, что объемы добычи США уже перевалили за 9 миллионов с, по-моему, апреля прошлого года. То есть США своими дополнительными поставками полностью компенсируют, нейтрализуют положительный эффект от этой сделки. И, я уверен, будут выступать таким же фактором давления, как и в 2012 году, на, собственно, средний долгосрок. Сегодня я предлагаю отыграть пятничную статистику и до конца дня, собственно, дождаться. Стоп-лосс и тейк-профиты? В идеале бы, если бы мы сегодня забрались ниже 56 долларов за баррель. Что касается стоп-лосса, ну, можно поставить на 57,20. Отчасти мы ответили на вопрос телезрителя, который к нам пришел на адрес электронной почты battle.rbctv.ru о том, что будет происходить в ближайшее время с нефтью. Александр нас спрашивает. Давайте ценовые ориентиры кратко, например, на перспективу весенних месяцев обозначим. Я думаю, что сейчас, по мере повторного и неоднократного уже тестирования, можно сказать, многомесячных максимумов, у нас как раз зреет тот самый разворот, который может усилиться благодаря вот этим статистическим данным и все-таки крепчающемуся скепсису о том, что сделка ОПЕК не такая уж и эффективная. Поэтому долгосрочная сделка, я бы уже советовал заходить с целью даже по бренду ниже 50 долларов за баррель. Ну а стоп-лосс, он может быть более консервативным, тем более, что потенциал снижения куда больше. Его можно отметить на 1,5%. Спасибо. Ну пришло время выслушать также и нашу команду технического анализа. Станислав, пожалуйста, ваши две минуты. Согласен с выводами Артема в отношении нефти, но всегда на рынке бывает ситуация противоположная. Вернее, не всегда, но бывает так, как мы хотим. И технически, если мы посмотрим на рынок нефти, то можно прийти к выводу, что несмотря на все эти медвежьи комментарии, мы можем все-таки увидеть прежде 60 долларов, нежели 50. Мы сейчас видим на графике нефти восходящий треугольник. Соответственно, те снижения, которые мы видим, наталкиваются на непредалимую стену ордеров на покупку. И я думаю, что те хедж-фонды, которые сейчас приобрели 100 миллионов баррелей, они так легко их не отдадут. И вначале заработать на этом. Ну, а сегодняшняя моя идея, она посвящена компании ExxonMobil. Акции падают уже 10 недель подряд. Мы здесь наблюдаем на графике уже двойное медвежье схождение. Если посмотрим на 4-часовой график, то здесь с точки зрения такого элемента технического анализа, как Price Action, мы можем увидеть формирование пин-бара. На часовом графике мы можем увидеть формирование рельсов. С точки зрения японского технического анализа, то здесь мы увидим медвежье схождение. По импульсам мы видим, что медвежий свинг, он по амплитуде такой же, как и предыдущий. Это говорит о том, что силы медведей после 10-недельного снижения выдыхаются. Поэтому мы вправе рассчитывать на то, что, по крайней мере, котировки перейдут в консолидацию. И в ближайшее время, по крайней мере, могут достичь уровня гэпа на отметке, тут она не отмечена, я, к сожалению, не помню, по-моему, 82.10. Там 50% от позиций я предлагаю закрыть. Ну и следующий уровень 82.70, там оставшуюся часть позиций закрыть. Стоп-лосс я предлагаю установить ниже минимума, который будет образован в первых частях торгов, уменьшенного на 10 центов. Что касается... Текущий уровень открытия сразу же после торгов. Стоп-лосс минимум... Спасибо огромное. К большому сожалению, время нашей программы на сегодняшний день истекло. Завтра обязательно обсудим основные детали. Ну а напомню, также команду технического анализа представляет Станислав Вернер, независимый управляющий активами, команду фундаментального анализа Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании «Амаркельс». С вами была программа «Ромки позиций» и Елена Крупова. Не переключайтесь. Всем доброго. Субтитры создавал DimaTorzok ПО ТВ. 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 ПО. ПО Т Продолжение следует...